МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над селом Анино Михайловского района 27 июня 2018 года впервые за 70 лет раздавался колокольный звон. В этот день на храм был установлен колокол весом в 50 килограммов. Чтобы поднять его, пришлось воспользоваться специальной техникой, которую любезно предоставил руководитель фермерского хозяйства села Фирюлевка Алексей Заковыркин. Как создали? Как создали. Что там еще? Тогда я еще раз. А сегодня вы помогали техникой? Сегодня помогал техникой. Как это получилось? Ну как, батюшка попросил, чтобы очистить здесь и помочь. Немножко порядок вокруг храма и поднять полку. И вы помогли? Сразу прям открытили? Да, открытили. А почему? Ну, вроде святое дело. Как мне помочь этому делу? Поэтому церкви мы всегда помогаем. А как вы сейчас смотрите на события, которые здесь происходят? Ванина, близлежащаяся. Я думаю, что возрождаются вокруг нашего шовхоза. Это хорошее дело. Сейчас будут хотя бы раз в неделю служители этого храма, и будут люди ходить в этот храм, приходить. Даже дачники. Молитва пойдет, и все будет освящаться, и, соответственно, и земля будет возрождаться, да? Ну, это я так думаю. Она, земля-то, надеюсь, так священная. Видит такой храм стоит? Да, храм Христово-Звезды. Ну, я вас долго буду звать. Идите сюда. Я думаю, здесь народ начнет возрождать свою землю. Пойдем. И сегодня, ведь батя к нам с Москвы приехал, восстановил, построил этот храм. Не просто так же? Не просто. Оба у них все просто не бывает. Точно. И вот это хочется, чтобы и крестовоздвиженский храм возродился. Да, да. Музыка Хотелось бы несколько слов сказать перед тем, как мы с вами будем поднимать вот этот колокол. Дело в том, что в 2017 году в нашем храме Вознесение Господня, что за Сербховскими воротами, это в городе Москве, десятилетие, десятилетие выпуска нашей воскресной школы и вознаменование вот этого события, первые выпускники, они так называются, первозванные у нас, так и на колоколе написано. Дар от первозванного выпуска воскресной школы храма Вознесения Господня за Сербховскими воротами. Это на колоколе написано. И когда этот колокол был изготовлен, где он, в Королеве был изготовлен, да? В городе Королеве, то его, конечно, мы решили повесить на наш храм, вот сюда вот. Но тогда храма еще не было. Тогда еще только стояли одни бревна. И вот мы с вами, прожив еще годик, еще годик, дожили до такого момента, когда в этот прекрасный день летний, через два года после того, как мы закладной камень здесь освящали, мы уже поднимаем колокол. Практически, кто заходил в храм, видели, что храм готов к освящению. Еще несколько там технических моментов, и мы будем, вот отец Сергий будет докладывать владыке, и владыка будет принимать решение, когда будем освящать храм. Может быть, это произойдет даже в июле. После этого освящения храма уже здесь начнутся регулярные службы. Сюда может быть приходить не только летом, но и зимой. Потому что местная администрация планирует здесь дорогу сделать и облагородить все кладбище. Тут ворота хотят поставить и так далее. Значит, дорогие, сейчас будет сам чин освящения и подъема колокола. После этого все здесь находящиеся, мы встроенными рядами идем с вами на берег вот этого прудика. Там для вас приготовлены сладости. Мы соорудили летнюю трапезную. Вот в этой летней трапезной мы с вами это событие чайком и отметим. Отметим. У нас рабочее название этого места, куда мы с вами потом придем, называется Гора Блаженств. Гора Блаженств. Вы потом это оцените. Ну и напоминаю, значит, мы с вами все любим вкусные сладости, конфетки, там, всякие печенья, тортики. А почему мы, вот, всегда батюшка задает вопрос, а почему мы все любим сладкое там? Почему вот это сладкое для нас так близко? А оказывается, сладкое для нас это напоминание о сладости рая, который нас с вами ждет. Вот рай, в который мы с вами потом попадем, в конце концов, в начале, начал, да, он очень сладкий, он сладчайший. Да, и то, что вы сейчас испытываете, вот эти такие приятные эмоции, это преддверие райских ощущений. И чтобы их уже закрепить окончательно, мы потом пойдем с вами чайку попьем. А если кто из вас смелый, и если готовы, можете окунуться в купель. Я вчера пробовал, дно твердое, вода холодная, все как положено. Полный набор всех радостных печатков, гарантируется. Спасибо, что с вами раньше как у него были. Благодарю вас, спасибо, спасибо. Аминь. Чин освящения колокола совершили благочины Михайловского 2 округа протеерей Сергий Орлов и клирик Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве протеерей Александр Добродеев. Да возвратятся ищущие душу мою, да возвратятся спять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обе, стыдящиеся глаголящими, благо же, благо же, да возвратятся и возвеселятся тебе, все ищущие тебе, Боже, и да глаголит выну, да возвеличится Господь, любящим спасение Твое, а женись есть мы у Бога, Боже, помози ми, помощник мой, избавитель мой, если ты, Господи, не закосни. Дорогие братья и сестры, мы с вами находимся в историческое время. Мы только с Натальей Васильевной вспоминали, как все это начиналось. Сначала освещали основание, фундамент, потом привезли сруб. Вот сегодня мы с вами осветили колокол, по-церковному называется Кампан. Наша вера православная из Византии, греческая вера, но колокола из Европы. Слово Кампан – это есть место назначения, то есть в итальянском городе Кампан отлили первый колокол, и поэтому название Кампан, то есть этот колокол, который нас возбуждает в молитвословии, в словословии имени святаго. И, конечно, нас возбуждает в покаянии, когда есть в чем подумать, смысл жизни человека. Вот когда свободное время есть, священник всегда читает настольную книгу. Вот когда мне встречался один человек, хотел покончить жизнь самоубийством. Он услышал колокольный звон, у него все переменилось в душе. Он как бы не желал, перекрестился, и тем самым колокольный звон спас его. Все бывает в нашей жизни. Но эта церковь, вот этот колокол, всегда будет радовать нас. Это называется благая весть. Я думаю, что к этому колоколу прибавится еще много колоколов. Это первый колокол, это первая ласточка. Хотя он небольшого размера, но имеет духовный смысл. Возрождение нашей души, возрождение нашей России, возрождение этого поселения, Анина, и близ окружающих сел и деревень. Я думаю, что не только близ окружающих деревень, даже из городов будут приезжать сюда, потому что наш край, Михайловский, славен природой. К нам приезжают из Рязани, к нам приезжают из Москвы в летнее время. Каждое село, почти дачное село, одни дачники. Мы вами богаты, дорогие. Мы вам очень желаем, чтобы к нам вы приезжали. Так что мы отцу Александру очень рады, и вам всем. Так что, дорогие друзья, мы на пороге грандиозного события, великого освящения этого храма. Я как благочинного округа сегодня пришел и убедился в готовности к великому освящению. Вот сегодня будем поднимать, а завтра, послезавтра будем освящать этот храм. Будем приглашать управляющих делами епархии Владыка Марка. С праздником вас, дорогие! Еще хотел сказать, дорогие, после того, как колокол будет повешен, Каждый из вас может подойти и в него позвонить. Три раза. Каждый. Кто не позвонит, это все позвонили. Кто не позвонит, это все позвонили. Каждый, кто не занимает Rugby, который сидит. Извините, Александр, к каким крану lidt бред к полу вынесли? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Чтобы у нас, когда мы едины, мы непобедимы. И дух русский православный, чтобы процветал каждому из нас. Спасибо вам за честь. Я вам чаю. И всем, кто в этом участвовал. Спасибо. Ну, мы здесь местные жители, да, родились здесь. Из Балашихи, в Подмосковье. Как вам сегодняшний праздник вообще? Отлично, понравилось. Ой, вы знаете, и большое вам спасибо. Хоть будет теперь куда прийти свечку поставить. А то сидим вот здесь вот. Да, мы вот сейчас из окна смотрим, и нам церковь, кажется, ближе стала. Да, ближе стала. Вот прямо из окна. Действительно, на самом деле. А то ездим, ездим все время. Еще и голоком. И поминки, и праздники. Все будет. Хочется пойти в церковь. А куда пойдешь? Ну, никуда не зайдешь. Спасибо. Спасибо всем. Всего доброго. Всего доброго. Скажите, как вас зовут? Наташа и Галя. Наташа и Галя. Приезжайте, помогайте. Вы только скажите, мы здесь живем. Мы сразу рядом. Сразу рядом. Мы здесь живем. Все. Ждем. Я имею ввиду летом. Да, помощь нужна тут все равно. Помощь нужна. В нашем селе жили, а сейчас осталась только одна женщина, которая помнит действующий вот этот большой храм. Практически сейчас уже никто не помнит, но мы зато помним тех, кто помнили. И удивительным образом, вот на том месте, где сейчас стоит новый храм, там раньше лежал камень, такой большой огромный камень, на котором мы провожали в путь всей земли всех сельчан. Практически все, кто помнит вот этот большой храм, они вот с этого камня уходили в мир иной, и потом они их тела погребали. И то, что мы вот на этом месте решили строить храм, знаете, такое ощущение было, что это не мы решили, потому что другого места просто и не было. Это место, оно было как-то убого вымолено. Вот мы пришли, лежит огромный камень. И этот камень сейчас остался в фундаменте храма. Этот храм, он вырос над этим камнем. То есть те люди, которые уходили из нашего села, они вот именно в этом месте это делали. Не в каком-то другом, не там, не 20 метров влево, 20 метров вправо, а именно вот в этом месте. Поэтому в этом месте решили строить храм. Дело в том, что мы же не только вот храм воссоздаем. Здесь вопрос в том, что территория вокруг храма, которая будет принадлежать православной общине, она требует некого внимания. Она должна требовать какой-то отдачи каких-то людей. И если на этой территории создать такое небольшое поселение, или там в виде монастыря, или в виде подворья, то здесь можно сделать кельи с огородами. И люди, которые будут сюда приезжать и как бы трудиться и молиться, они будут эту землю возделывать. Они ее будут как бы вот поднимать, эту землю. Она будет земля, брошенная земля, которая за нами сейчас стоит, это земля брошенная. Она будет давать всходы, плоды она будет давать. Вот эти плоды с молитвой, с трудом, с каким-то вот добрым, она, вот эта земля, она даст удивительные последствия, которые мы даже сейчас даже не можем представить себе. Но сейчас-то все равно помощь храма нужна. Вот они же тоже деньги-то, люди же приносят сюда для того, чтобы потихонечку храм построился. Да, центральное направление нашей деятельности – это воссоздание вот этого старого храма. И сейчас, когда мы оформим полностью землю, проведем электричество сюда, вот нам надо сейчас электричество провести, то тогда можно уже приступать к возрождению основного храма, Крестово-Звиженского храма. И вот нужно пригласить комиссию. А чтобы комиссия приехала, надо же тоже ей какие-то денежки заплатить, правильно там, говорят, какие-то миллионы надо им платить, я не знаю. Они сделают проект воссоздания этого храма. И после этого начнется деятельность по воссозданию основного храма, основного храма. Вот этот деревянный храм Успения Божьей Матери, он уже будет второстепенным, он будет подсобным храмом. А сейчас вот для начала, чтобы благодать Божию привлечь, он нам нужен, чтобы мы здесь вот начали вот эту духовную жизнь. Ну вот сегодня мы уже видим, что на этой территории достаточно много изменений. Помимо того, что мы в храме увидели, и приятно удивились, и обрадовались очень здорово тому, что чувствуется уже приближение момента сдачи объекта духовного нашего. Знаете, я даже сам удивляюсь, вот у нас вот это место называется, значит, гора блаженств мы ее назвали. Она у меня, я ее эту мысль просто от себя отбрасывал, отталкивал. Не надо нам гора блаженств. Она мне надо, не надо, не надо, не надо, надо. Значит, и когда встал вопрос, средств, конечно, как всегда, не было. Но вот в последний момент как-то оно все раз и раз собралось, и вот, значит, мы вот это вот сделали буквально за неделю. Как это все произошло? Чудесным образом. И вот ведь в это место опять же можно привести группу паломников. Вот здесь вот можно спокойно целый автобус разместить, 50 человек, чайку попить. Вот если бы мы здесь, у меня мечта была здесь еще печку сделать каменную такую, чтобы можно было выпекать хлеб на живом огне. Я просто был, когда в Армении, вот там так же вот было. Там прямо вот, прямо вот тебя вынимают вот такие лепешки, они прямо дышат дымом. И вот их ешь, вот этот чай ароматный из трав, который у нас, это такая благодать. Мы сейчас это в Европе, это бренд, который он сейчас там просто расцветает. А мы даже об этом понятия не имеем. Хотя на этом находимся, сидим на этом. А мы на этом живем, да. Вот сейчас люди пошли, ягоды собирали, там сейчас грибы пойдут, там рыбку можно ловить, купаться можно, дышать свежим воздухом, просто общаться вот в таком удивительном месте. Ну посмотрите, ну какая красота. Необыкновенная красота. А вот здесь у нас еще мостик есть, вот. Если вы помните евангельское чтение, там Господь обещал с лодочки. Он же когда народ собрался, пять тысяч человек, он спустился, он в лодочке стоял на берегу, здесь можно лодочку сделать, да. Там домик для лебедя, значит, сделать, там лебеди будут у нас жить. Вот, мечта, да. И вот народ приехал, встал, а батюшка с лодочки им проповедует про заповеди блаженства. Гора Блаженства. Я ходил по горе Блаженства на Святой Земле, я же по ней ходил. Она ничем, такая же пологая местность там, такой же бережок, такой же водоем, ничем мы не отличаемся. Здесь вот можно вот эти блаженства, вот эти заповеди блаженства, их внести в души, в сердца людей, и это будет более проникновенно, чем просто читать в книжке у себя дома. Да, однозначно. Да? Да, мальчик, спасибо, господи. Хорошо. Вот так вот. Я сам, я даже не ожидал, Наталья Васильевна. Мне мальчик говорит, зачем тебе это все надо? Ну, посмотрите, вообще чудо. Красота, вообще красота. Да, такой большой стол, такая крыша, такое помещение. Вот сейчас народу сколько? Да, сколько народу, да. И ничего, никаких таких вот. Да, 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 и все, что нужно. Вот народ собрался. А вот если бы здесь печка была, я же вот хотел печку здесь, дорожку сделать, здесь пришлось бульдозером разгребать. Я хотел такую дорожку сделать, красивую. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ох, вот Ваня у нас как хорошо И оттопнуться можно, благодать получите И церковь останавливается Вообще хорошо, слава Богу за все Все приезжайте в Анино Здесь самое чудесное место, святое место В Михайловском районе и на земле Лизанской Вот так вот Вот, и окунитесь в наши купели И не пожалеете, получите благодать Божию во всех проявлениях В окружении зелени и бушующих трав Манящей прохладой прудика и июньской луговой клубникой Неукором, а с надеждой смотрит теперь на людей Крестовоздвиженский храм А рядом с ним стоит нарядная церквушка Без которой уже невозможно представить Жизнь Михайловской клубинки Сильнее, сильнее, не счастляйтесь Тихонечку Продолжение следует...